ОДН. Эти три буквы уже долгое время будоражат умы ивановцев. В четверг в региональном правительстве состоялось очередное совещание под руководством главы региона, посвященное этой острой теме. Ситуация уже нагрелась до такого состояния, что уже вынужден был президент страны вмешиваться в эту ситуацию и уже разбираться непосредственно напрямую. Не сидят сложа руки и ивановские чиновники пытаются найти оптимальный выход из этой ситуации, приемлемый как для жильцов, так и для ресурсоснабжающих организаций. Решение есть. Сборы за ОДН не должны превышать 10% от показаний общедомового прибора учета. Мы проанализировали среднее начисление ОДН в тех домах, в которых есть жалобы, в тех домах, в которых нет жалоб. В общем и целом, это такая среднеизвешенная цифра, которая, на наш общий взгляд, сегодня может являться потолком для начисления ОДН, ниже которой вести дискуссию можно, но она похожа на правду. За каждый рубль свыше 10% представители ресурсоснабжающих организаций должны лично отчитаться перед жильцами. За утечки ивановцы расплачиваться не обязаны. Вы абсолютно правильно сказали, что не эти люди должны доказывать, что они не выпили эту воду, не потребили ресурсом. И это, конечно, безусловно, несправедливо. И, наверное, в первую очередь, это несправедливость вызывает нарекания. Те проценты, которые мы сегодня предлагаем, мы приказать не можем. Но жестко рекомендовать можем. Ситуация с ОДН в последнее время все больше стала напоминать театр абсурда. Были случаи, когда дополнительная плата начислялась ивановцам за водоотведение и даже газ. Этими предельными 10% власти надеются нормализовать ситуацию в сфере ЖКХ. Но окончательно лазейка для жуликов пропадет лишь тогда, когда приборы учета будут в каждой квартире.